Трогательная встреча в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Жертва Холокоста обнимает свою спасительницу. Во время нацистской оккупации Польши семья Кристины Якубовской приютила четырёхлетнего Михаэля Хокберга, еврея по национальности, и несколько лет прятала его в своей квартире. «Моя мама знала родителей Михаэля, и она очень любила детей. Однажды их общий знакомый привёл Михаэля в наш дом. Через несколько дней стало понятно, что этот человек не вернётся. Мама, не задумываясь, решила, что мальчик останется в нашей семье. Она сказала моим сёстрам и брату, как надо вести себя на улице, не разговаривать о Михаэле с соседями. Нам не позволялось приводить домой друзей». Для семьи Якубовских это был большой риск. «Мне было страшно. Я понимала, что происходит, и каковы могут быть последствия. Немцы часто прилюдно оповещали на улицах, что может случиться, если кто-то укрывает еврея. Этого человека и его семью убьют». Несколько лет Михаэль почти не покидал пределов квартиры. Иногда выходил на улицу ночью, а ещё сидел на балконе. Оттуда в апреле 1943 года он видел, как горит варшавское гетто. В пожаре погибли его родители. После восстания поляков в Варшаве родители Кристины тоже погибли. Девочка, будучи ещё подростком, сама заботилась о приёмном брате до самого окончания войны. Позже Михаэля отправили в еврейский приют для детей. А достигнув совершеннолетия, он эмигрировал в Израиль. «У меня не было достаточно времени, чтобы попрощаться. Я успел только обнять всех, кто был в тот момент дома, и ушёл». Это четвёртая встреча Михаэля и Кристины за 70 лет.